Игрушки делаются подетально, поэтапно. Собираются сначала на пенопластовые шарики. Сказка наяву или танцующие игрушки-марионетки. Автор Рута Александра Ускина говорит, их создание не требует особых усилий. Основные материалы – пенопластовые шарики, нитки и искусственный мех. Управляют этими пушистыми и забавными персонажами с помощью ниток. Детей это приводит в особый восторг. Дети видят это вживую, как двигается. Это не картинка. И дети воспринимают эти игрушки, что это не игрушки. Что это настоящие собаки. Они пытаются приносить ложками им есть. Бывают, приносят даже мисочки молока. В этом искусстве есть что-то волшебное. Страус или собаку нужно собрать так, чтобы дергать за пару ниточек. Они начали двигаться, как настоящие. К тому же полезные марионетки развивают фантазию ребёнка, а заодно совершенствуют моторику рук. С незатейливой конструкцией управления игрушек помогает младший сын. Я тоже участвую в изготовлении игрушек. Помогаю маме делать крестовины, чтобы марионеток делать. Упиливаю палочку и сам вытаскиваю сердцевину. Материалы для творчества заказывают из Белоруссии по интернету. Искусственный мех в мастерской рулонами, палитра разная. Делают игрушки сразу большими партиями. Сейчас мастерица разрабатывает новых персонажей – феи-марионетки. Личико уже другое намечается. Я уже научилась другой технике чуть-чуть лицо рисовать. Рисовать ночки тоже идёт сейчас отработка. Просто надо попробовать, чтобы она красиво ходила. И, я думаю, к лету будет готово. В марте рукодельница начнёт готовиться к летнему сезону. В этом году запланировано путешествие на Байкал. По дороге решила принять участие в выставках, где представит все свои пушистые творения и проведёт несколько мастер-классов для детей и взрослых. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Станислав Берки. Новости.